Всем привет и добро пожаловать на английский с MaxHard, на очередной урок, в котором мы с вами будем продолжать разбирать фразовый глагол put. Это уже второй урок из серии. Первый урок вы можете посмотреть, проходите по ссылке в описании, но обязательно после того, как посмотрите именно этот урок. Итак, давайте посмотрим, что нас ждет с вами в этом уроке. Точнее мы с вами разберем такие значения фразового глагола put, как to put back, to put aside, to put forward, put in, to put through и to put together. Ну и сразу вам несколько примеров, чтобы было с чего начать. И с putting the book back, ну судя по картинке, я думаю, что вы поняли, что это означает, но чуть позже мы с вами поговорим конкретно про все значения. И еще такой пример, they are putting the puzzle together. Опять же, вы, наверное, можете догадаться, что такое to put together, исходя из картинки. Ну и снова повторюсь, мы с вами поговорим подробнее буквально через несколько секунд обо всех этих значениях. Поехали! Первые два предлога, которые мы с вами разберем сегодня, это back и aside. Back в принципе означает назад. Put, если помните, это класть. Что означает класть назад? Как вы думаете? Класть назад, ну в смысле возвращает на законное место. Например, the boy is putting the toys back in the box. Ну то есть ребенок возвращает игрушки обратно в коробку, кладет их обратно в коробку. Или little Pam is helping her put the food back on the shelves. Маленькая Pam помогает поставить, расставить обратно по своим местам еду на полки. Окей, и еще пример такой. She is also putting the product back. Она расставляет продукты по местам. Она возвращает продукты на свои места. Aside, предлог aside в принципе означает куда-то в сторону. Ну, put, класть и aside в сторону. Что это вместе может означать? То есть класть что-то в сторону. Или по-русски говоря откладывать. Например, if you put something aside, you leave or keep it for later. Если вы откладываете что-то, ну то есть вы это откладываете или оставляете это на потом. Put something aside. Откладывать на потом, чтобы воспользоваться этим позже. Еще два предлога, которые мы с вами смело можем подставлять к фразовому глаголу put. Это forward и in. To put forward. I'd like to put Mary Walker forward as the new chairwoman for our committee. Forward. Вперед, put, опять же, класть. Класть вперед. Ну, в данном случае, наверное, можно перевести как продвигать. Ну, то есть наш пример. I'd like to put Mary Walker. Я бы хотел продвинуть или представить Mary Walker в качестве нового председателя нашего комитета. И еще один пример. His name was put forward as a possible team leader. Его имя было предложено в качестве возможного лидера команды. То есть предлагать или выдвигать какую-то кандидатуру. Put in, in, в, внутрь. Put, класть, класть, внутрь. Можно, наверное, здесь перевести будет немножечко по-другому. Сейчас посмотрим. Пример. Для начала разберем. The amount of money you make depends on the work you put in. Количество денег, которые вы делаете, то есть зарабатываете, зависит от того, как много работы вы вкладываете в это. Вкладывать. В данном случае можно перевести, как вкладывать. Или еще пример. I had to put in extra three hours today to cover for an absent colleague. Мне пришлось, ну, дословно, вложить дополнительных три часа, чтобы прикрыть своего отсутствующего коллегу. Ну, как бы вложить. Мне пришлось отработать еще дополнительные лишние три часа. Put in. Ну, наверное, запомним, как вкладывать, дополнять что-то куда-то. Еще пара значений, точнее, пара предлогов, которые мы с вами можем подставлять глаголу put. Это together, вместе и through, через или сквозь. Together, вместе. Класть, вместе. А другим словом, наверное, собирать. Как в нашем примере. Our company has put together a football team. Наша компания собрала футбольную команду. Или же the wardrobe took four hours to put together. А немножечко в другом смысле собирать, но тоже по-русски мы скажем собирать. А гардероб занял четыре часа, чтобы его собрать. Ну, не очень хорошо по-русски это прозвучало. Скажем так, у нас заняло четыре часа, чтобы собрать этот гардероб. Собирать либо людей в одну группу, либо собирать какую-то вещь. И through через или сквозь. Класть что-то сквозь или через. Сложно понять, согласен. Давайте посмотрим пример и разберемся. Please hold while I put you through to our sales team. Пожалуйста, подождите. Hold или hold on. Подождите. Кстати говоря, тоже фразовый глагол. Hold on. Подождите, пожалуйста, подождите, пока я put you through to our sales team. Пока я соединю вас с нашей командой по продажам. С отделом по продажам, наверное, так. Put somebody through. Соединять кого-то с кем-то. По телефону, как правило. То есть, соединить по телефонной линии. Put somebody through. Ну, еще пример. Could you put me through to Mrs. Rodman, please? Если вдруг вы кому-то звоните и хотите, чтобы вас соединили с кем-то, то, пожалуйста, используйте фразовый глагол put through. Еще раз. Could you put me through to Mrs. Rodman, please? Вы не могли бы соединить меня с Mrs. Rodman? Ну и, как обычно, test yourself. В заключении мы с вами немножечко попрактикуемся. Проверим, насколько хорошо мы с вами запомнили фразовый глагол put именно из второго урока. Настоятельно рекомендую вам пройти по ссылке в описании и посмотреть первый урок по фразовому глаголу put. И, кроме того, пользуясь случаем, приглашаю вас посмотреть другие уроки по фразовым глаголам. Таких у меня на канале достаточно большое количество. Приходите, смотрите. Ссылка также в описании под этим видео. Итак, к нашему глаголу put. Первое. Our company has put a football team. Ну, здесь, как вы видите, я решил сделать простой пример. Мы буквально только что про него говорили. Я думаю, не заставит вам труда догадаться, какой предлог здесь следует подставить. Правильно? Our company, то есть наша компания, что сделала с футбольной командой, она ее составила, она ее собрала. So, our company has put, right, has put together a football team. Идем дальше. She puts a small amount every month towards her retirement. Она что-то там делает, короче, небольшую какую-то сумму каждый месяц. Чем ближе она к своей пенсии, к уходу с работы, тем, собственно, она больше что она делает, количество денег, что она с ним делает. Она его откладывает. She puts aside a small amount every month towards her retirement. Следующий пример наш, точнее, следующее задание. If you don't want your glasses to get scratched, you'd better put them in the case. Если вы не хотите, чтобы ваши очки поцарапались, лучше бы вам их в чехол. Ну, наверное, лучше бы вам их туда убрать, да? Ну, то есть, как бы обратно вернуть их на место. Поэтому, if you don't want your glasses to get scratched, you'd better put them back in the case. Окей? И еще такой у нас с вами будет пример. Попробуем. Everybody liked the suggestion put by Suzy. Всем понравилось предложение, которое... Сьюзи. С которым выступила, которое предложила Сьюзи. Да, которое она... Ну, да, я уже сказал, предложила. Everybody liked the suggestion put... Правильно. Forward by Suzy. Так. Could you put me... Окей? To the manager. Не могли бы вы меня с менеджером соединить? Совершенно верно. Could you put me through to the manager? My professor has agreed to put a good word for me. Не хватает какого-то маленького словечка. Мой профессор согласился за меня слово. Ну, мы скажем замолвить за меня слово. По-английски будет как бы внести за меня слово. Добавить за меня слово. Поэтому по-английски будет звучать так. My professor has agreed to put a good word in for me. На этом мы с вами заканчиваем. Фразовый глагол put. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать мои уроки первыми. Да, и там нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда новые уроки появляются у меня на канале. Кроме того, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пишите, урок вам понравился или не понравился. Что так, что не так. Любой ваш отзыв будет очень полезен для развития моего канала. Всем огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!